Всем салам! Мы находимся у гостиницы «Сильвер Классик» в Мекке. Люди сидят на чемоданах, ждут автобус, чтобы отправиться в Медину. Там их ждет прямой авиаперелет в Махачкалу. Пожелаем удачи! Говоря о группе паломников, которые со мной выехали, группа оказалась очень дружной, но сдружились, потому что мы предварительно проводили работу с паломниками еще в Дагестане. И несколько встреч было таких ознакомительных между собой. К счастью, группа оказалась дружная, слушающая команду руководителя. И благополучно, с помощью Всевышнего Аллаха, завершили совершение и хаджа, и румры. И вот сейчас сделали прощальный талаф и готовимся к посадке, уже к отбыванию с Мекки. Все живы, здоровы, никаких проблем со здоровьем? Ну, на данный момент можно оценить состояние всех паломников лучше, чем удовлетворительно. Конечно, уставшие все, потому что наш рейс, он называется рейсом экспресс. То есть последний вылетел из Дагестана, и первый возвращаемся обратно. И, естественно, не было уже после самих обрядов хаджа, не было достаточно времени паломникам, чтобы они могли расслабиться и отдохнуть. То есть как-то один за другим последовательно пришлось совершать все процессы. И вот один день всего лишь было для того, чтобы выйти в город, там кто-то хочет купить подарки домой и так далее. Вот для этого всего был один день. И поэтому видно, что паломники чуть-чуть подустали. Ну, я думаю, домой придут отдохнуть. Но такая приятная усталость, скажем, за которой нет возмущения от паломников. Как вас зовут? Меня зовут Умку Сем. Откуда вы приехали? Я приехала из Махачкалы. Я очень довольна и счастлива, что оказалась в одной комнате с этой женщиной. Она 45 лет работает учительницей. Каждый день чего-то записывала. Мы ей говорили, чего ты пишешь? Это детям. Я хочу детям рассказать. Фотки снимала. Это я своим ученикам покажу. Ну, от себя это была моя первая женщина, которая сбылась. И все. Я очень давно хотела. Сейчас получилось. Я рада. Я приехала с мужем. Где-то здесь, среди мужчин, я сижу с вами. Какие трудности испытали? Трудности непреодолимых не было. Все можно преодолеть по желанию, постараться. На всю волю Аллаха. Получилось. Мы довольны. Это у нас первый лес. Прямые леси у нас будут с первого, но со сегодняшнего дня до 14 сентября. 14 это последний. Прямые леси. А потом? А уже с 8-го, начиная с 8-го до 18-го, то у нас будут выезжать иорданские карбинные леси, да. Вот вопрос, почему Министан возникает? Почему? Задержки могут ли быть? Какой? Все паломники с Иорданией, как в прошлом году, никакой задержки, никакой проблем. Это не было. Мы думаем, иншаллах, обратно в роте тоже не будут у нас проблемы, иншаллах. С правыми лесами у нас никогда проблем не было. С автобусами, что во время доехать, аварапорта, это проблем у нас никогда не было. А с иорданскими лесами тоже, я думаю, у нас все по графику пойдет, иншаллах, задержки не будет. А с иорданскими лесами, как иорданскими лесами, как иорданскими лесами. Прямо, что Мы взяли в Аттанске и в Киеве, на украшем и в Киеве. Мы с вами были в Киеве, в Киеве и в Киеве. Мы были в Киеве, где они были в Киеве, и в Киеве, и в Киеве. Он говорит, я здесь хаджи сыном, ему 53-54 года, без сына было бы Тяжело, ему самому 87 лет, первый раз в хадже, он удивлен крайностью красоты ислама Я никогда в жизни не подумал по рассказу, пока своими глазами не услышал, не увидел вот это все, красоту Поэтому ни разу в больнице я не попадал за свое время И прошел все своими ногами, руками, царапаясь, хадж прошел сам Рядом то, что сын был, конечно, основной помощь он получил И безграничной радости он сейчас передать, говорит, я не могу Я даже не думал, говорит, что такое бывает, вот это народ Вот это действительно очень много И вот человек сегодня, который всю жизнь прожил в селении, увидел это все, впечатление у него, конечно, огромное Вы видели интервью самого старого паломника, одного из самых Аксакала, который, слава Богу, все удачно, с таким высоким чувством, скажем так, приятными чувствами Он был на хадже, провел все обряды И, на самом деле, видишь таких людей и сердце наполняется гордостью Так что, дальше уже ежедневно будут выезды в Медину У кого прямые вещи, сразу в Махачкало, у кого комбинированные с Медину в Иорданский город Акабу Всем желаем счастливого пути А вам спасибо за внимание Спасибо